раньше было очень модно выражение насосало вот это когда девушка встречается с каким-нибудь папиком богатым и значит он не дарит дорогие подарки тачки айфоны еще что-то и вот это всегда считалось что ты не заработал ты насосала а тут получается у нас новый тренд теперь наплакала себе в сторис то есть чем больше наплачешь тем выше охват и тем больше ты заработаешь а вот с папой вы когда последний раз виделись с папой я виделась последний раз как раз это были такое мероприятие было это были похороны это были похороны да и ваш канал тоже об этом вещал что ну я не буду в общем произносить че но вот я про нет я про нет я про деда хасана это вот родственник да 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 родственница криминального авторитета и поэтому вот там мы последний раз папу виделись общались вы действительно связаны как-то да но это наш родственник вот и помогала когда-нибудь нет вы знаете когда никогда не я могу сказать честно никогда в жизни я не не обращалась ни в коем случае ни за какой помощью я вела мероприятие потому что мы связаны да были и как бы делал это с удовольствием но так чтобы обращаться по каким-то вопросам не это не нужно я достаточно правильный образ жизни когда я сказал что с вами буду беседовать мне говорят вот она родственница значит ну как бы да да авторитета я говорю ну нормально на телевидение можно попасть там как вот ну чтобы столько лет вы быть лицом проекта и сделать проект который является драйвером канала я причем не являюсь поклонником совершенно два вообще не смотрю но вот нельзя не признать что он просто вытащил то мои любимые сериалы смотрю потому что есть такой канал за счет вашего проекта феноменальный конечно успех вот он лично мне непонятен вы как сами думаете это формат или это ведущие сделали да нет к нам ведущим это не имеет никакого отношения это конечно же не 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 это действительно одобряемые ответы нет нет но это действительно так и есть это формат и прежде всего зритель интересуется жизни участников может естественно какое-то вот неотъемлемое звено во всем этом но прежде всего конечно это сами ребята и наши продюсеры большие молодцы то что 11 лет назад они просто сделали я считаю что вы же имели отношения изначально вы же участвовали проекте не только как ведущие но нет только как ведущие с первой готовительным это подготовительный этап тоже был да 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 мы же сидели все редакции тоже вот придумывали я думаю во первых потому что эта история о любви и это всем всегда интересно во вторых в свое время почему была популярна программа окна с дмитрием нагиевым который тоже выйдет участвовали же придумали все да 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 почему потому что людям всегда интересно наблюдать за жизнью других людей да и бабушки у подъезда сплетни да и почему мы иногда любим подглядывать в окна к чужим людям а здесь пожалуйста смотри не хочу вот и я думаю что это и есть залог успеха 11 лет я вообще не помню только санта-барбара не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додалев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24